Согласно расхожей поговорке, хуже нелюбимой работы может быть только полное ее отсутствие. Возможно, поэтому далеко не редко можно встретить тех, кто многие годы посвящает себя нелюбимой работе и каждый день испытывает дискомфорт. А между тем есть и счастливчики, которым повезло найти ее работу мечты. Из года в год данные не меняются. Статистика и дальше подтверждает, что больше 80% россиян не любят свою работу. Множество факторов влияют на эту цифру. Это и трудное взаимодействие с рабочим коллективом, и низкая оплата труда, и завышенные требования начальства. Мы узнали у жителей нашего города, как они представляют себе работу мечты и что необходимо для того, чтобы ее найти. Работа мечты – это работа с людьми, потому что она приносит пользу. Раз в неделю остальное дома с семьей. Нужно сначала состояться в профессиях, так же стоматолог может раз в неделю, любой медик раз в неделю может поработать. Если ты умный, ученый, здоровый, всегда найдешь хорошую работу. Это свое личное дело, наверное, какое-то. Я считаю, что работа мечты – это та, на которой ты работаешь для души, для себя. То есть тебе нравится это дело, чем ты занимаешься. Пессимистичный взгляд на работу очень распространен. А ведь мы проводим на ней большую часть жизни. И печально, что кому-то приходится проводить ее в страданиях и дискомфорте. Но, несмотря на печальную статистику, все же находятся люди, которые смогли сделать свое хобби основной работой. Все больше людей переходит в статус самозанятых, работают удаленно, открывают свое маленькое дело. Именно такие люди чаще получают удовольствие от своей работы. Чаще всего это люди творческих профессий – художники, дизайнеры, музыканты. Как ни крути, а таких становится все больше. Михаил Киров уже более 10 лет занимается фотоделом. Его вдохновением стала пленочная фотография. Уже давно позабытый нами способ запечатления моментов и эмоций. Михаил говорит, что она давно покорила его сердце. Сначала это было хобби, которым он занимался дома после работы. А сегодня уже такой возможности нет. Заказов слишком много. Поэтому теперь фотостудия стала основной работой. Можно сказать, это единственная такая точка в Твери. Когда я вот тут все доделал, параллельно работая в кафе, пришел в один день прекрасный. Тут все проявил в тишине. Делал я это дома сначала. И я уже в тишине и покое вот тут включил музыку. Тут офисное помещение в 5-6, никого уже нет. Я включил музыку, начал проявлять пленки, сделал первые заказы. И я понял, что я не хочу больше на работу. Рассказывая о сложных химических процессах, Михаил улыбается. В своей небольшой лаборатории он проявляет пленку, оцифровывает и печатает фотографии. Несмотря на необычную и узкую направленность своей работы, заказчики есть. Для Михаила это нечто большее, чем заработок. Сейчас это уже моя жизнь. Ты не воспринимаешь это как работу. Как встать в 8 утра, приехать, поработать, уехать. Чтобы найти работу мечты, нужно слушать себя. И искать дело по душе. Так считает Михаил. Невозможно не согласиться. Сейчас все больше людей думают о самовыражении в работе. Действительно, большое счастье найти себе работу по душе. А еще и приносящую не только удовольствие работнику, но и пользу обществу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!